Ребятушки, здравствуйте! Приветствую вас на канале Апасов, как всегда, с выпуском короткого дайджеста интересных новостей, которые вы, скорее всего, не увидите по телевизору, ну и даже по той причине, что телевизора нормального сегодня просто нигде не существует. Поэтому спасибо, что у вас есть я и расскажу вам интересное. Усаживайтесь поудобнее, берите свои напитки на едке, ставьте лайк, готовьтесь комментировать данные видео, а мы будем начинать по новостям. У нас до войны была такая рубрика новости, которые вы заслужили, да, собственно, да, глядя на сегодняшние новости, можно сказать, это новости, которые вы заслужили. Ну и в конце выпуска мы сделаем очень интересное голосование, будем выбирать президента, поэтому досматриваем обязательно до самого финала. Поехали! Первая новость. Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли итальянскую предводительницу, премьер-министра Италии, госпожу Мелани. В попавшем, значит, в сеть записанном диалоге, из-за чего и произошел такой небольшой скандал, Мелани разоткровенничалась и заявила, что, конечно, от войны в Украине, то ли Запад, правда, то ли Италия, тут немножечко непонятно, начали уставать. То есть тема уходит на второй план, ну и, собственно, все такое, что мы уже неоднократно где-то слышали. А еще она сказала, что имеет некоторые предположения и предложения по выходу из данной ситуации и ждет просто удачного момента для того, чтобы их презентовать. Тут, судя по всему, она имела в виду, что она хочет их презентовать президенту Зеленскому где-то либо в личном диалоге, либо с тет-а-тет, с глазу на глаз. Это не так важно. Так вот, сенсация, конечно, такая себе, потому что мы без всяких там пранкеров знали, что от войны все устали и на Западе устали, да и мы капитально устали уже от войны, скажем так, максимально. Правда, разная у нас с Западом усталость, и мы бы, наверное, охотно бы с ними поменялись, ну, во-первых, они не согласятся, во-вторых, это совсем другая история. Но вернемся к Мелани. Скандал, конечно, скандал, но случился он больше в Италии, наверное, чем где-нибудь у нас здесь или в Европейском Союзе. Значит, по поводу этих откровений. Не особый он. С работы единственное, что вылетел дип-консультант Мелани, который, вероятно, был ответственный за данную коммуникацию и попросту недостаточно верифицировал собеседника премьер-министра. Ну и еще забавнее вам будет, если я расскажу, что Мелани, ну, вернее, точнее, с кем Мелани конкретно разоткровенничалась. Значит, госпожа премьер-министр протекла в диалоге с неким африканским дипломатом, ребят. Да, ну, кому же еще душу излить, называется, по поводу ситуации в Украине, как не дипломату из Африки. Потому что явно, кстати, еще доселе неведомому самой Мелани, потому что она не смогла его идентифицировать. Единственное, что можно из этой новости сказать, и что пожелать премьер-министру Италии, а может быть даже подсказать, мол, Мелани, есть еще вьетнамские послы, консулы из Антигуа и Барбуда. С ними тоже можно обсудить войну в Украине, от них тоже наверняка много зависит. А мы идем дальше. Дальше интереснее. Насрало без сенсации сегодня обошелся, если вы не поняли, о чем я сказал. Так вот, вчера в Хизбалле, я думаю, это название вы точно уже знаете, опубликовали многообещающий и сильно устрашающий всех ролик, где были показаны их вояки, а потом переходит камера на руку, которая тянется к тумблерам. Опять-таки у меня в Телеграме можете посмотреть этот ролик. Ну и где показаны их такие вот какие-то приготовления к чему-то. Анонсом данного ролика и резюме данного ролика была речь генсека Насралы, которая была запланирована на сегодня. И да, если вы удивились сейчас, что у Хизбаллы есть генсек, да, его зовут Насралла, и он сегодня таки выступил. Так вот, все ожидали минимум, что Хизбалла объявят о начале войны с Израилем, ну а что они максимум могли объявить, даже подумать страшно. И ролик же был такой, собственно, многообещающий, о чем мы только что поговорили. Значит, спойлером, никто никому войну не объявил. И, вероятнее всего, конечно, не объявит. Но о чем же тогда была вот эта вот ситуация и речь, собственно, генсека? Значит, Хизбалла сказала, что знать не знала про планы Хамаса и вообще не догадывалась о нападении на Израиль, но и к лучшему, как они заверили, ибо секретности все такое. Типа, мы совсем ни при чем, сказала Хизбалла для Запада, и мы это все одобряем, сказала Хизбалла для арабского зрителя. Также в войну, говорят они, что они ни в какую сейчас не будут вступать, но, как минимум, дали это понять для Запада. Но мы очень сильно бузим на границе с Израилем, что отвлекает около третьей их армии. Это они сказали, опять-таки, для арабского зрителя. Ну и в целом, что они, если что, то они к чему-то готовы. Только непонятно к чему, когда и что конкретно, тут насрало нам не пояснил. Ибо по их заверению, в войну они не могут вступить только по той причине, что они в нее уже вступили 8 октября. Если вы не заметили, это исключительно ваши проблемы. Правда, остается тогда нелогичным заявление, что если что, тогда что они могут сделать, если они в эту войну уже вступили, не знаю, то есть повторно вступить вроде бы как-то не получается. Пойди, пойми, того насрал. Ну и в общем, анонс был сильный, видео было интересное. Если бы они еще пару тикток-видео записали, то смотрело бы это выступление, наверное, весь мир бы смотрел, а так смотрело всего полмира. Ну и, кстати, чуть не забыл, тут же давеча как раз по этой теме. Эрдоган на столетии Турецкой Республики, выступая перед, несколько лет до этого, с завезенными арабскими мигрантами, объявил почти всему Западу войну. Хочется спросить, там Эрдоган уже воюет или до сих пор обогащает Айрану? Вот так вот, ребята, резкие заявления. Двигаемся дальше. Вот этот парень, вот этот веселый парень или не веселый парень, это вице-спикер парламента Словакии. Как его зовут, я реально забыл и вам не буду говорить, потому что вы забудете тоже через 30 секунд. Да, это, в общем-то, и не так важно, как то, что я вам покажу. Значит, заехал в новый кабинет под веселую словацкую народную музыку. Он сначала решительно убрал флаг Европейского Союза, а потом и портрет президента Словакии спрятал в шкаф, заменив его, на кого бы вы подумали, на портрет Че Гевары. Расставил какие-то поделки из дерева в народном стиле, ну и фотографии своей, хочется верить, что своей семьи, потому что если не своей, то было бы вообще странно с детьми. В общем, ну все, облагородил себе таким образом кабинет. Посмотрел ролик, ну такой себе, вы тоже можете его посмотреть у меня в Телеграм-канале. Если вам захочется, опять-таки, авторские права Ютьюба не дадут мне показать вам это под словацкую песню. Оно там достаточно весело выглядит. К чему я это вам все показал и рассказал? Если вы думаете, что только в Украине работают популисты, позера и прочие, старающиеся на публику чиновники, то вы сильно заблуждаетесь. Они есть везде, и этот пример тому большое доказательство. Я всегда был уверен, говорил и буду продолжать говорить. Люди везде одинаковы, чиновники везде одинаковы. Модель их поведения меняется и зависит исключительно от того, в какие условия и рамки эти люди и чиновники помещены. Но действовать они будут одинаково при прочих рамках. Ну а по поводу того, что он решительно убрал флаг Словакии, я так понимаю, что это позиция не только конкретно взятого чиновника, а в целом нового кабинета министров, то я жду, когда Словакия решительно и гордо выйдет из Европейского Союза и станет, наконец, на весь мир известной безапелляционно и безальтернативно мощным лидером мировых рейтингов по добыче козьего сыра. Потому что иначе представить я как минимум не могу. Можете со мной поспорить по этому поводу в комментариях. Ну и да, нужно что-то сказать позитивное, например, о дипломатических победах наших. Если вы думаете, что их нет, хрен там есть. Так вот, не стоит вам считать, что наш министр только одним местом груши околачивает. Господин Кулеба недавно гордо отрапортовал, что он смог вернуть в Украину магазин H&M. Я не знаю, почему именно этим решил похвалиться министр. Мы, конечно, от него ожидали несколько других дипломатических побед, например, какие-нибудь ракеты Таурус, но он вернул нам H&M. Но, с другой стороны, давайте извлекать пользу из того, что есть. Ожидать Таурус лучше в Носках и H&M, чем без них. Ребятки, а это были новости, которые вы заслужили. Да, и я вам анонсировал и обещал некий опросик. Поэтому давайте. У нас сейчас в последнее время тема выборов президента в Украине просто разносится везде. То есть их никто не объявлял, но они якобы существуют. И поэтому все телеграм-каналы, да и новостные, и не только новостные, и авторские начинают публиковать опросы. Мол, за кого бы вы проголосовали? Давайте и мы проведем подобный опрос. Мы же не хуже с вами, чем какие-то там. Мы даже намного их лучше, по версии нас и наших мам. Так вот, если бы выборы президента Украины произошли завтра, вы бы проголосовали. Вариант один – проголосовал бы за Зеленского. Вариант два – проголосовал бы за Залужного. Он, правда, не говорил, что он туда идет, но мы такой вариант оставим. Проголосовал бы за Порошенко. Мы, конечно, надеемся, что он не пойдет, но вероятнее всего, что у нас такой возможности не будет, его не увидеть. Проголосовал бы за Арестовича, следующий вариант. Проголосовал бы за Притулу. Вдруг такие тоже существуют. Проголосовал бы за Юлию Тимошенко. Это для особо давних почитателей Юлии Владимировны. Ну, еще вариант – охренел бы максимально, где я пропустил эту новость, что выборы завтра. Вариант – пошел бы на шашлыки. Вариант – пошел бы, собрал везде гречку, потому что президенты меняются, а гречка – она вечно. Ну, или просто я посмотрел бы на эти выборы и схватился бы за голову. Такой тоже вам вариант. Ребята, давайте, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, по новостям, да и проголосуйте в данном опросе. Ну, почему бы и нет? Посмотрим нашу выборку. Для отдельных персонажей, которые будут заходить и говорить за Путина, ребят, вы без мозга. Речь тут не о вас. Идите лесом, дышите пылью. Все. Ставьте лайк, пишите комментарии. И для тех, кому вдруг нравится то, что мы делаем на этом канале, ребята, есть реквизиты. Выходим благодаря вашей поддержке. Для вас банки, пейпалы, монобанки, криптовалюта – все, что вам нравится. Для тех из-за рубежа, для тех, кто в стране. Все. Буду очень премного благодарен. Вам всем хорошего настроения. И до новых встреч. Чпуньк. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.